Далее обзор рынков. За неделю его подготовила Ирина Былыбердина, руководитель представительства Финам в Перми. Ирина, приветствую вас. Как чувствуют себя рынки? Антон, приветствую. Основные российские индексы в начале недели несколько просели и к пятнице на свои позиции не вернулись. По итогам текущей торговой недели основной российский биржевой индекс ММВБ снизился почти на 4%, до отметки в 1937 пунктов. А его долларовый эквивалент РТС потерял почти 2,5%, до 1082 пунктов. На валютном рынке московской биржи котировки американского доллара за неделю потеряли к рублю почти 2%, до 56,36 руб. Евро также упал на 1,5%, до отметки 59,90 руб. На сырьевом рынке фьючерсы на нефть марки Brent прибавили почти 2%, поднявшись до 55,90 долларов за баррель. Золото по итогам трех сессий выросло на 2,5%, подтянувшись до отметки 1,286 долларов за тройскую унцию. Сегодня я бы хотела акцентировать внимание на таком явлении, как черный лебедь. Это символ невероятного и невозможного события или ряда событий, которые приводят к непредсказуемым последствиям на рынке. Примеры мы можем посмотреть на графике. В этом году я бы выделила несколько знаковых поводов, за которыми рекомендую следить. Это итоги выборов во Франции и жесткий выход Британии из ЕС могут спровоцировать нестабильность в экономике Евросоюза, что негативно скажется на всей мировой экономике и особенно на чувствительных к риску развивающихся рынков. Резкое и неожиданное изменение ставки ФРС опять же может принести панику на рынке и вызвать волну распродаж рисковых активов. Договоренность стран ОПЕК играет важную роль в формировании цен на нефть. Нынешние достаточно высокие котировки обеспечены именно этим соглашением. Надо быть готовым к вероятности реализации любого сценария, поэтому необходимо активно пользоваться инструментами, защищающими портфель и хеджировать риски. Ирина, такой вопрос. Вы видите какие-то реальные предпосылки к появлению очередного черного лебедя, очередных каких-то глобальных негативных изменений? Почему вы именно сегодня решили сделать акцент на это? Наверное, в первую очередь настораживает нынешняя ситуация и непредсказуемость Соединенных Штатов Америки во внешней политике. Ракетный удар по Сирии, ввод бронетехники и войск и многое-многое другое. В любом случае, я и мои коллеги готовы прийти к вам на помощь и проконсультировать по составлению эффективного портфеля. Удачных вам инвестиций! Ирина, я вас благодарю. Это был обзор рынков за неделю. Его подготовила Ирина Булыбердин, руководитель представительства Финанс в Перме. Таковы итоги уходящей недели. Оставайтесь на РБК. Хороших выходных. Увидимся.